Всем привет! Знакомимся в очередной раз с художниками Натанель Курье. Родился в Роксбери, штат Массачусетс, семья Натанеля и Ханны Карьер. До 15 лет учился в государственной школе, затем поступил в бостонскую типографию у Уильяма и Джона Пендлтонов. Пендлтоны были первыми успешными литографами в Соединенных Штатах. А литография только недавно была изобретена в Европе. Курье изучил этот процесс в своей мастерской. Впоследствии он перешел на работу к доктору медицины Брауна в Филадельфии в 1833 году. На следующий год карьер переехал в Нью-Йорк, где должен был начать новый бизнес с Джоном Пендлтоном. Пендлтон не смог, вышел из фирмы. И новой фирмой стала Курьер Энстоддарт, которая просуществовала всего один год. В 1835 году Курье открыл свой собственный критографский бизнес в качестве индивидуального предпринимателя. Создавая картины тихущих событий, он в 1835 году выпустил гравюру, иллюстрирующую недавний пожар в Нью-Йорке, руиной торговой биржи Нью-Йорка после разрушительного пожара 16 и 17 декабря 1835 года. Эта гравюра была опубликована газетой New York Sun всего через 4 дня после пожара и стала ранним примером иллюстрированных новостей. В 1840 году Курье начал отходить от работы в типографии, заниматься самостоятельным печатным изданием. В этом же году газета The Sun опубликовала его гравиру «Ужасный пожар парохода Лексингтон». Через 3 дня после катастрофы печать разошлась тысячами экземпляров. Я цитирую переводную Википедию. В 1850 году Джеймс Айвс пришел работать фирму Курье, бухгалтером, и навыки его как бизнесмена и маркетолога внесли значительный вклад в Роскомпании. Уже через 7 лет он стал полноправным партнером, и компания стала известна как «Корье» и «Ивис». «Корье» и «Ивис» наиболее известны как создатели популярных художественных гравюр, таких как рождественские сцены, пейзажи или изображения викторианской городской уточенности. Однако фирма также выпускала политические карикатуры и баннеры, значительные исторические сцены и дальнейшие иллюстрации текущих событий. За несколько десятилетий фирма создала около 7500 изображений. В 1880 году Курье ушел из своей фирмы и переделал свою сыну Эдварду. Ну и немножко о личной жизни. Он женился на Элизабете Уэст Фернс Форд в 1840 году. На следующий год у супругов родился ребенок Эдвард Уэст карьер. Элиза умерла в 1843 году, а в 1847 Курье женился на Луре Ормсбей. Кстати, надо сказать, что он был не только литографом, был также добровольным пожарным Нью-Йорка в 1850-х годах. Карьер любил быстрых лошадей, держал несколько штук в своей массачусетской резиденции. Умер через 8 лет после выхода на пенсию 20 ноября 1888 года в своем любимом доме в Эймсбери, штат Массачусетс. На Теннель Курье похоронен на кладбище Грин-Ууд в Бруклине, штат Нью-Йорк. Ну вот примерно все то, что мне удалось найти о Натанеле Карьере американским литографом, который возглавлял компанию «Карьер энд Ивис» Джеймсом Эйвсон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. «Карьер энд Ивис» Джеймс Суферен. «Карьер энд Ивис» Джеймс Суферен. Продолжение следует...